Жила на свете девочка. Как и положено ребенку, несерьезно относилась к урокам, проказничала, играла в театр. Когда подросла, следуя моде, как все барышни в конце 19 века, втайне мечтала о сцене. Но эта мысль была далека и не воспринималась всерьез. В общем, легко и безмятежно начинала свою жизнь юная девушка у озера, Вера Комиссаржевская. Говорят, таланту, чтобы проявить себя, нужен толчок. Говорят, человек никогда не бывает так высок, как после падения. Во всяком случае, у Веры Комиссаржевской все было именно так. Из жизни она шла в искусство. Страдания посвятила ее в актрисы. В 19 лет Вера Комиссаржевская встретила человека, которого полюбила. Они поженились и жили небогато, но счастливо. Это была первая любовь. Она продолжалась около двух лет и оборвалась разом, в считанные секунды. Однажды, вернувшись с него время домой, Вера застала мужа со своей собственной сестрой. Его, которому она целиком отдала всю себя, с первой подругой детства, с первым товарищем ее игр. Это нельзя было назвать даже потрясением. Ее охватило острое помешательство. Боялись за ее жизнь. Но самое удивительное было дальше. Как только Вера Федоровна оказалась в силах владеть собой, ее первой заботой стала устроить судьбу чужого ожидаемого ребенка – узаконить его. Чтобы получить развод по существовавшим тогда законам и дать мужу возможность жениться на сестре, Комиссаржевская принимает вину на себя и подает прошение о разводе. На последней встрече с мужем, когда Вера пришла объявить ему о своем решении, произошла бурная сцена, едва не стоившая жизни ее участникам. Он упал на колени и молил о прощении, а Вера, не отрываясь, смотрела на охотничий нож, лежавший на столике. Мгновение отделяло ее от смерти. Больная, с разбитыми в конец нервами, Комиссаржевская прячется от людей. Одна из ее записей, относящаяся к этому периоду, звучит в плане всего рассказанного почти трагически. Женщина всегда должна себя считать счастливой, когда ее любит тот, кого она любит. Восемь лет, молодых, таких нужных для становления личности и карьеры, проходят неясной чередой, в глуши, без ярких внешних событий. Но это только внешне. На самом деле повторяется классическая русская сцена. Помните у Островского? Цитирую. «Знаешь, какая актриса мне нужна, — говорит несчастливцев, — душа мне нужна, жизнь, огонь. Бросится женщина головой в омут от любви. Вот актриса». И начинаются трудовые будни. Успехи в столичных театрах значили для Комиссаржевской очень мало. Менее всего она хотела быть кумиром толпы. Из Александринского театра в Петербурге она уходила одинокой, чужой, уходила, чтобы создать свой собственный театр, но и там, в сущности, осталась одинокой. Такая уж судьба. Вечно ее снедало беспокойство, не дающее почить на лаврах. Она не довольствовалась тем, что давала ей жизнь, хотела большего. Может, именно поэтому она совершает практически ежегодно длительные гастрольные поездки по провинции, вечный бег в погоне за чем-то, что человеку, вероятно, не дано найти. И вот в жизни Веры Федоровны появляется город, сыгравший роковую роль — Харьков. Любимый ею и в то же время ставший фатальным местом пересечения трагических нитей, опутавших ее судьбу. Впервые Комиссаржевская была в Харькове летом 1900 года. В провинции ее знали мало, зал был пуст. Убытки были непоправимые. Нужно было бросать Харьков на пятом или шестом спектакле и уезжать. К вам нужно привозить говорящих морских львов или Сальвинис-Дузе. Какой у вас противный город, говорила Вера Федоровна. И вдруг последний спектакль — аншлаг неистовой овации. Завоевала, прыгала за кулисами, Комиссаржевская хлопала в ладоши. Лучше города, чем милый Харьков, нет. В следующем году она уже делала здесь полные сборы. И приехала еще через год. И еще, и еще. Вплоть до 1909 года. Последнего сезона в жизни актрисы. И тут происходит событие, которое могло бы показаться мистикой, если бы не повлекло за собой вполне реальные трагические последствия. Вот в такой же, как сейчас, мрачный ноябрьский день, Вера Комиссаржевская выступила в роли черной прорицательницы, накликавшей беду на саму себя. Она пишет два письма. В первом обращается к своей труппе. Сообщает, что уходит из театра. Потому что театр, такой, какой он существует, перестал ей казаться нужным. Во втором Вера Федоровна пишет, что больше всего на свете она боится некрасивой, обезображивающей смерти. Из Харькова едет в Ташкент и заболевает оспой. Молния поражает в первую очередь тех, кто стоит на высоте. И Комиссаржевской не стало. Молния поражает в Ташкент и заболевает оспой. Молния поражает в Ташкент и заболевает оспой. Молния поражает в Ташкент и заболевает оспой.